В этот снежный весенний день я поехала в Москву на выставку «Дача, сад и ландшафт» на ВВЦ. Выпуск получился насыщенный, интересный. Мы с вами по ВВЦ погуляем и на выставку сходим. Я возьму интервью у селекционера клубники и расскажу вам об удивительных сортах с высокой сахаристостью, из которых можно получать до 2 кг урожая с одного куста. Также познакомлю вас с компанией, которая специализируется на выращивании гортензии и нам расскажет про сорта гортензии новые 2022 года, а также про очень интересные и популярные сорта, которые есть в этой компании. Так что оставайтесь со мной и обратите внимание, что в описании к этому видео есть каталог оглавления с тайм-кодами. Можно быстрее все просмотреть. Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала. С вами Таша Муляр. Москва, метель, ВДНХ. И мы с вами в такую чудесную, практически весеннюю погоду, да, сегодня 2 апреля, идем на выставку. По-моему, она называется «Дом, сад, ландшафтный дизайн и малая механизация». Проходит она на ВВЦ в 55-м павильоне. Началась она 30 апреля и идет по 4 апреля. Сегодня середина выставки. И мы бежим вперед под этим жутким снегом и метелью на этот праздник садоводства и огородничества. Я не была на ВДНХ уже, можно сказать, 100 лет. До павильона там еще от центрального входа так приличненько дойти. Так что сейчас с вами пробежимся и будем посещать выставку и любоваться новинками садоводства. Оставайтесь со мной, не отключайтесь, уверена, что будет интересно. Вот я уже дошла до центрального входа. Хотя на самом деле у меня бы, конечно, был лучше вход со стороны сельскохозяйственной улицы. То есть вот там вот правее. Но учитывая, что я перемещаюсь сегодня своим ходом, меня засыпает снегом. Вообще ужасная погода. Вот то иду уже. От метро как иду. Даже впереди все павильон не видно за метелью. Что я хочу сказать. Вы знаете, очень радует то, что наконец-то ВДНХ стала использоваться по своему прямому назначению. В свое время открытая как выставка достижений народного хозяйства, сельского хозяйства. Постперестроечный, перестроечный период, к сожалению, превратилась в большой рынок. Потом была в заброшенности. Ну и вообще было тут очень грустно и печально. И вот уже на данный момент практически все тут отреставрировано, отремонтировано. И видите, начали опять проводиться профильные выставки, на которые мы с вами, собственно, и идем. Также москвариум тут находится. Огромный каток и много-много интересных зон активности. Насколько я знаю, даже есть там, где были павильоны животноводства. Сыноводство там всякого. Там находится стекольная, я знаю, мастерская, где можно очень интересные мастер-классы пройти. Находится сыроварня, где можно обучиться сыроварению. И там прям зона разных мастерских. Пока я иду, говорю, иду быстро, поэтому немножко запыхалась, а иду быстро. Потому что, сами понимаете, такой снег, хочется побыстрее прийти в тепло. Но все равно я очень довольна этой поездкой. И надеюсь, что мы сейчас с вами увидим много всякого интересного, новенького чего-нибудь и необычного к нашему дачному сезону. Так что быстрее идем дальше. Но, несмотря на погоду, все равно очень красиво. Я говорю, так приятно видеть, что все отреставрировано. Я помню, как эти все павильоны были даже не то, что в запустении, а просто в разваливающемся состоянии. Вот смотрите, из этого павильона сделали МФЦ. Как здесь даже барельефы и рисунки сделали. Прелесть, какой хороший ремонт. Ну и, конечно, Ваденхай – это историческое место. Такая память в истории нашей страны. И поэтому очень приятно видеть, что все это теперь поддерживается и используется для людей. И что это и зона отдыха, и каких-то культурных мероприятий. Большая парковая зона. И каток, и тут и с летом и самокаты, и роликовые коньки. И просто прогулки. Очень зеленые в ДНХ всегда было место. В общем, таким оно и осталось. Красивый ландшафтный дизайн сделан. Летом вообще тут потрясающе. Мы с вами, я так понимаю, скоро уже придем. Вот сейчас проходим мимо павильона Армения. Он еще, видите, там наверху реставрируется. И, кстати, очень много народу, несмотря на погоду, и не пугает москвичей, гостей погоды, все равно все приехали кто куда. И с детьми на время проводят, да, и с семьями гуляют. Вот я решила зайти в павильон Амир Армения. Посмотрим, что сейчас здесь. Заодно. Видите, у нас с вами какая широкая прогулка. Вот. А здесь он действительно так прямо сохранился. Павильон Армения. Разные достопримечательности макетами представлены. Так что, если захотите прогуляться, будете знать, что тут теперь находится. А здесь, в центре, на больших экранах, тоже про Армению рассказывают. Про культуру, про кулинарию. По центру ресторан Арарат. Справа магазинчик, где продают товары народных промыслов Армении. И слева кафе с дегустацией напитков завода Арарат. Вот можно кофеек попить. Картины, наверное, тоже художников из Армении представлены. Ну, а мы с вами не будем задерживаться. Я немножечко согрелась. Это я такой специально сюда забежала. Потому что на улице очень-очень холодно и ветрено. Ой, а посмотрите, какой тут красивый потолок. С потрясающей совершенно лепниной. Великолепно. И мы с вами смогли все это увидеть. Шикарно. Ну, все. Бежим дальше. Мы с вами дошли до площади космонавтов. Вот она, ракета по центру. Правда, из-за снега ее не очень видно. Но поверьте мне, что она там стоит. И по правую сторону от нас. Здесь все фотографируется, видите, с ракетой. Находится павильон, который называется Музей оптических иллюзий. Вот он такой низкий справа стоит. И в нем, насколько я понимаю, проходит выставка, на которой мы и идем с вами. В общем, я пробежала с Аврацкой половину в ДНХ. И уже прибежала. Навстречу мне периодически попадаются люди, которые несут разные саженцы. Так что мы точно правильной дорогой идем. И вот как раз сейчас здесь висит объявление. Парк ремесел. Это про что я вам говорила. Он как раз тоже начинается вот здесь. В ту сторону идти. От площади космонавтов. И там будет этот парк ремесел. Очень интересно туда сходить с детьми. Там, видите, медовый домик. Мастерская школа стекла, про которую я говорила. Городская ферма. Там можно контактный, типа контактного зоопарка с детишками посмотреть животных. Школа кондитерского мастерства. Школа сыроделия. Кожевенная мастерская. Посмотрите, сколько всего интересного есть в этом парке ремесел на ВДНХ. Я считаю, что это прекрасное время и место для того, чтобы посетить с детьми. Обязательно туда сходите. И там есть чудесные тоже совершенно кафешки и ресторанчики, которые потом можно посетить с детьми. У меня уже полные глаза, снег. И вообще в такую погоду не верится, что мы с вами идем на выставку. Сад и огород вообще. Ну вот, мы подошли. Здесь как раз расписание, как работает выставка. И действительно, я правильно сказала, да, часат, ландшафтный дизайн, да, и малая механизация. Ну, теперь нужно купить билеты. И заходим в павильон. Сейчас уже 4 часа дня, выставка до 6, поэтому у нас еще есть время ее посетить. А это, наверное, касса музея. Здесь музей оптических иллюзий. Нет, а нам с вами нужна выставка. Так что ищем, где вход на выставку. Ага, вот я нашла вход. Входим. И, очевидно, это здесь нужно будет купить билеты. Сумочку. Да, сумочку. Так, вошли. Вот у нас касса. Смотрим, сколько стоят билеты. Ага, вот смотрите, льготный билет 100 рублей, обычный 150. И единый на все дни работы выставки. Это, если вы хотите несколько раз посетить, 200 рублей. Сейчас я куплю себе билет, и мы с вами пойдем на выставку. Ну что, за 150 рублей я стала счастливой обладательницей билета. Пока я бежала до сюда, я стала счастливой обладательницей розового румянца и растрепанной прически. Но я думаю, что это не помешает нам наслаждаться выставкой. Да, хочу предупредить, что билеты только за наличные. Для меня это было неожиданностью. А также есть гардероб, где я смогла раздеться. И это, конечно, тоже очень приятно, потому что в таком виде удобнее ходить по выставке. Согласитесь. Идем вперед. Ну что, путь открыт. Теперь будем смотреть, что у нас тут есть. Надо сначала сориентироваться. Вот смотрите, прямо на входе нас приветствует Самара, садовый центр Веры Глуховой. И смотрите сразу, сколько саженцев тут предлагают. Я чувствую, учитывая, что я на электричке приехала, без саженцев я, наверное, не уеду. Тоже обязательно что-нибудь приобрету. Здесь мы видим метельчатые гортензии. Различных сортов. А вот как раз самарская лидия, которая цветет прекрасными розовыми цветами. Я, кстати, давно ее хочу. Поскольку я только вошла, еще пока присмотрюсь, прям сразу не буду тут что-то покупать. Вот тут актинидия продается, смотрите, за 500 рублей какая тоже. И, скажем так, очень много. Вот на всякий случай буду вам снимать координаты тех питомников, которые я вижу. Ну, во всяком случае, учитывая, что мы их тут видим на выставке, да. Вон, 48 сортов гортензии в 21 году предлагал питомник. Представляете? Потрясающий. Смотрите, какая красота. Так вот, то, что мы здесь видим эти питомники, свидетельствует о том, что они живые, рабочие, да. Что они реально функционируют. И я думаю, что у них можно и через интернет заказывать. И раз они 48 сортов представляют на выставке гортензии, то вы можете эти гортензии заказать у них и через интернет. Ну, во всяком случае, мы с вами будем уверены, что они существуют. И что саженцы к нам придут качественные. Вот, даже здесь сколько есть интересных сортов. Вот еще какая-то, смотрите. 850 рублей. Нет, я точно, конечно же, что-нибудь куплю. Удержаться не смогу я тут. Ну, идем дальше. Вот здесь компания продает садовый инструмент. Тоже, я думаю, что многим актуально. Так, пошли мы с вами по левую сторону. Когда будет попадаться что-нибудь уникальное, буду рассказывать подробнее. Здесь уже, видите, и прямо зеленые саженцы тоже, и гортензии. О, я смотрю, там флоксы, гехеры, клематисы. Уже питонии подрощенные такие продаются. Вот гехера продается. Слушайте, мне уже все хочется. Мне, конечно, нельзя было на эту выставку приезжать, потому что я ожидала, что мне много всего понравится, но не сразу с входа хотя бы. Вот, смотрите, отдельный прямо павильончик, пряные травы. И тут можно купить саженцы различных, и семена, наверное, различных пряных трав и кустарников. Не только пряные, но все, что можно. Да? Давайте, может быть, покажете какие-нибудь ваши координаты. Вы через интернет продаете? Я не знаю, а это у них надо. Ага, ладно, хорошо. Ну вот, кстати, знаете, что не очень хорошо, что не у всех есть вот прямо там визитки какие-то или координаты, которые можно показать. И вот, кстати, могу вам, забидая вперед, сказать, что с 15 по 17 апреля на главной аллее Вденха будет фестиваль цветов и экопродуктов. Грин-сити называется. Так что тоже имейте в виду, можно будет его посетить. Мы с вами будем верить, что теплеет. И сойдет, во всяком случае, снег в середину апреля, и фестиваль цветов пройдет не на снегу хотя бы, да? Тут я подошла к стенду с коллекцией фиалок домашних. Посмотрите, какие они шикарные, расцветки у них есть. Очень красивые. Для тех, кто увлекается, думаю, что приятно будет посмотреть. А вот смотрите, кремовый десерт, вот его можно купить. Листовой черенок стоит 150 рублей, растение 600. Какие крупные цветы. Вот здесь виноград. Саженцы из Тверской области. Да, конечно, интересно на такую выставку приехать, согласитесь. Вот кружевник разный интересный тут продается. Да, если бы я, друзья мои, была на машине, то чувствую, моему мужу нужно было бы покупать нам еще один участок. Поэтому большая удача, что я без машины. Это меня останавливает. Ну вот, например, такой желтый кружевник. Очень мне хотелось бы. Она еще не подружила. Вот какой-то еще ранний кружевник, бесшипный. А сколько стоят саженцы кружевника у вас? 500 рублей куст. 500 рублей куст. А большой он можно посмотреть? Я с точки зрения, как мне его везти. А то я без машины. Может быть, мне нужно... Из кружевника небольшие. Небольшие, да? Ладно, сейчас я похожу на обратном пути. Порнимая система хорошая, огромная. Ага, отлично. Наверное, кружевник я у вас приобрету. И посмотрите, сколько тут разных гибридов смородина. А есть какие-нибудь координаты вашего питомника? Есть, но там только будет оба. Вы не пос... Да, оп, только. Отсюда только оба. А, ну ясно. Видите, а здесь можно купить вот так. Из гибридов только два. Это гибрид кружевник смородина? Да. О, как интересно. А чем он отличается от обычных растений? Ну, как-то по свойствам или по агротехнике? Они более декоративные. Более декоративные? Ну, красивее выглядят, да? Красивее. Тоже интересно, как. Может, гибрид такой себе купить? Какожие они. По свой. А по вкусу? Молосемечки. Ага. И кисло-сладкие. А по созреванию? Это среднеспелая карта. Ага. Понятно. Размер куста, как у смородины получается? Да. Ага. Ясно. Спасибо большое. Так, идем дальше. Я пока, видите, приглядываю. Вдруг мне все-таки что-нибудь нужно. Так. Ну, тут же есть и такие товары, знаете, так скажем, сопутствующие. Вот панамы, удачное настроение. Липецкий фермер продает уже готовую продукцию на этой же выставке. Ну, я, знаете, как человек, который много лет со своими украшениями участвовал на различных выставках, могу вам сказать, что даже если выставки украшений или еще чего-нибудь такого, на них обычно всегда есть эти сопутствующие товары. Рыба, мед, какой-то чай, вот такое все. И на самом деле, вот сейчас мы с вами зашли в такую часть, где именно эти сопутствующие товары и присутствуют в большом количестве. Вот здесь вот, наверное, такая зона, где проводятся всякие небольшие вебинарчики. Строго органик тут онлайн школа садовода вот представлена. Наверное, они и выступали тут сегодня, это я так думаю. Ну, и мы прямо с вами как-то, я бы сказала, что вот эта часть с тапочками икрой и медом как-то намного больше, чем та часть, которая с растениями. А вот посмотрите, грибы белые. Вот мне, наверное, кстати, надо грибов взять. Здравствуйте, я на дальнейшем. Вот это вот белые грибы у вас, да, 250 грамм на тысячу, да? А чем они отличаются вот эти от вот этих? По цвету отличаются, потому что сушка разная, это идет печная сушка, они всегда ароматы остаются, да. Это идет сушилочка древесная, они всегда остаются немножко светленькие. По аромату будут тоже совершенно они разные. Какие ароматные? Вот это сушилочка, вот такой аромат. Ой, как пахнет вообще потрясающе. Вот это идет печная сушилочка. Да, вот эти ароматные. Давайте мне вот такие на тысячу рублей. Можете мне сделать? Я купила грибы. Я давно хотела белых грибов сушеных. Приеду, сварю суп или перловку с белыми грибами. Ну, что вы думаете? Я себя останавливаю от покупки саженцев, и при этом я накупила еды. Потому что я, наверное, все-таки жиру не я. Сейчас я вам покажу. В общем, я купила вот такие грибы на тысячу рублей. У меня получился пакет. Ну, я считаю, что это приличное количество на тысячу рублей. И купила банку соленых икры из соленых груздев. Тоже. Прямо я вся в предвкушении. Я обожаю грузди. В общем, такие у меня покупки. Сейчас это нужно все засунуть в мой рюкзачок и продолжать. Потому что я вот здесь вижу впереди и виноград, и ежимосад, коллекционные розы. Там, смотрите, элитная клубника. Сейчас пойдем смотреть. Вот, дорогие мои, я тут познакомилась с Анатолием Григорьевичем. Это селекционер, который занимается клубникой. Правильно я понимаю? Пожалуйста, какие у вас есть интересные сорта, что бы вы нам посоветовали? Здесь представлены почти все типы клубник. Например, белоплодная, с розовыми цветами, с желтыми плодами, безусые сорта. Ремонтантные. А вот ремонтантные, я всегда хотела узнать, извините, что я вас прерву. Я как начинающий садовод, ремонтантные сорта, вот они чем отличаются от обычных? Обычные сорта дают один урожай в течение, ну, в зависимости от того, какой климат, в мае, июне. А ремонтантные дают не только в мае, июне, но еще и после середины августа дают еще один урожай. А даже в теплом климате могут давать за трех урожаев за сезон. А какие-нибудь особенности агротехники, именно ремонтантных сортов, чтобы они, водоношение хорошее было? Ну, в отличие от обычных? Обычные сорта, как правило, подкармливают три раза. Один раз ранней весной, потом второй раз до сбора урожая, и в третий раз после сбора урожая. А ремонтантные сорта подкармливают четвертый раз, приблизительно в середине августа. Под урожай, будем говорить, под вторник. А вот я вижу, спасибо большое, а вот я вижу прямо такие бордовые ягоды, мне кажется, что они чем темнее, тем они слаще, или это миф? Это правильно. Вот даже возьмем предыдущий ряд темного цвета ягоды, сорт гранат, сладострастие. А авторские, это значит, вы сами говорите? Черный, да. Черный трюфель, они слаще, ароматнее, чем красные. Даже в октябре месяце они имеют ярко выраженный аромат и сладость. А вот я выращивала в прошлом и позапрошлом году, барыня, по-моему, она называется, кубчиха, кубчиха. Вот как-то мне не очень она понравилась. Мы будем так говорить. Кубчиха это ягода по сравнению с другими сортами, более современными, помельче ягода. То есть она размером приблизительно от 5-рублевых монеты. А уже земклуника цукат, она имеет размер 1,5-5-рублевых монет, то есть 1,5 раза крупнее. А земклуника ландыш, выведенный мною, она имеет размер 3-5-рублевых монет, укладывая на ягоди. То есть даже в 2 раза крупнее, чем земклуника цукат. Естественно, крупнее, чем кубчих. А вот этот гранат, я смотрю, такой он красивый у вас, он ремонтантный, еще и антильный, да? Да, да. Можно выращивать в озонах, горшках. Вот. А сколько стоит саженцы? Ну, очень хорошо растет, естественно, в обычной среде в огороде. Ага, а сколько стоят саженцы? Самые выдающиеся характеристики стоимостью 2000 рублей за одну штуку. А чем? Другие 500 рублей, третьи 100 рублей. Но 100 рублей это саженцы обычные, которые продаются поседневно, будем так говорить. А вот за 2000 за штуку, что выдающегося в ней? Отличительная, особенность простая. Показываю. Саженцы, которые стоят 2000 рублей, у них урожайность более 2 килограмм с куста. То есть на кустике. Вот такое количество крупных, сладких, ароматных ягод, и у них еще цветоносы прямо стоячие в этих сортов. Это вот на картинке вы с ними? Да, это прямо стоячие вот цветоносы. Ага. И, естественно, с обратной стороны куста тоже такое количество ягод. Это и есть то самое, о чем я говорю. Так вот, сорта, которые стоят 2000 рублей, у них урожайность 60 йодер с одной сотки сладких, ароматных ягод. Ага. Вот еще один такой есть, сорт Шанель называется, да? Такой же. Тоже вот, я вижу, 2000. Сорта с красавиемостью 20 килограмм. Ага, и он еще устойчив к серой гнили, мучнистой рассе и клещу. А вот этот вот гранат устойчив? В следствии того, как вы упомянули, что я селекционер, я выращиваю только те сорта, которые не страдают от, первое, по зимостойкости, очень высокая зимостойкость и устойчивые к болезням и вредителям соответствующим образом. А те сорта, которые устойчивостью не обладают, я просто-напросто их не разложу. Ага. А скажите, пожалуйста, вот у меня грядка выглядит как плетень, и он у меня высоко поднят, грунт над землей. Он засыпан у меня туда. И я выращивала там ампельно-ремонтантную землянику, но что-то она у меня заболела вся серой гнилью. И, в общем, если вот в эту грядку посадить вот этот гранат, сколько надо кустов и как она размножается. Ну, я имею в виду для урожения. Две ремонтантные сорта, которые здесь представлены, размножаются усами, кроме безусых вот таких двух сортов. На каждом усе уже в этом году, если поставите весной, можно взять, удалив цветонос, чтобы не было повношения, это закон о разведении клубники, до двух розеток на усе. Но с кустом можно взять до 10 розеток в сезоне, в осени этого же года. То есть тогда мне в этом году надо сделать так, чтобы плодоношения у этого куста не было, и забирать у него усы. И на следующий год у меня будет плодоношение на этом кусте. Да, это закон о разведении клубники, установленный не кем-либо, а в природе сам. То есть в год посадки ягод не должно. Вы должны данные кусты, данные сорта пускать на разведение, как я говорю. На разведение новых посадок. Так, а если я хочу с него ягоды, тогда усы я с него брать не смогу. Значит, на следующий год, на следующий год я просто условно говорю, вы оставляете, например, из 10 кустов 3, на дальнейшее разражение снова удаляете все цветоносы, а 7 кустов пускаете на ягоды. И будут ягоды и крупные, и урожайные, то есть соответствующему сорту, который здесь вот отметим. Да, но это очень тяжело, хочется же попробовать хоть ягодку, вообще все цветоносы-то удалить. Это надо держать себя в руках. Видите ли, легко садоводы ожидают яблоки на яблоне 3 года, а почему-то не хочется им подождать один год, чтобы были высокорожайные грядки клубники. Да, это вот, кстати, правильно привели пример. Поэтому, будьте терпеливы, это закон природы, его нарушать нельзя. Можно даже в год фасадок взять, естественно, ягоды, но вы получите в дальнейшем малоурожайные сорта. В отличие от того, что за яблоном. Понятно. Такое свидетельство, значит, в процессе работы на выставке, ну, у нас, в общем-то, оргкомитет смотрит, ну, это наша постоянная часть, и мы очень благодарны, что они доверяют нам, что они приходят на каждое мероприятие выставочное, которое мы проводим на ВДНК, связанное с дачей, с огородом, с посадочным материалом. И нам, в общем-то, представляет, какая честь, в такой вручить народное признание, в такой службе, в такой службе. Вот службе, в ней, что с Атольевич, куда-то приупредили, где-то вознесли, завтра еще будет, что они классные. Вы рады, не классные. Я даже не дружку там летал, но шума по вопросам, что по вас не построили. Ну, я, вот, ведь, если бы я комментировала, как вы торжествами, я не помню. Ну, нет, вы знаете, когда вы, я, 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 с Макроновым, И как у вас можно приобрести ваши саженцы, если мы не рядом с вами? Значит, у нас несколько, будем говорить, опытных станций для разведения этих сортов. Одно из них находится в Белгородской области, второе в Московской области, третье в Петербурге. То есть вы много лет уже этим занимаетесь? Да, этим занимаюсь уже много лет. Поэтому, если заказывать саженцы, то по телефону. Да, вот телефон. Да, я сейчас покажу на экране. Зрители могут поставить на паузу, и этот телефон будет видтым. Вы можете обратиться и заказать. И вам вызываете почту, да? Почту России, да. А какой период вот лучше всего покупать, чтобы высаживать? Значит, в настоящее время очень много заказов на отсылку, поэтому просьба заказывать как можно раньше, с тем, чтобы сформировать уже по направлениям отправки очередь. И согласно очереди я буду отправлять заказанные саженцы и садоводам. И понятно. Если с вами созвониться, то вы по телефону можете посоветовать и подобрать сорт в зависимости от потребности людей, которые к вам обратились. Само собой, разумеется. Ну, прекрасно. Тем более, что, естественно, по WhatsApp и по Telegram можно тоже общаться. Ага. Ну все, тогда давайте подберем какой-нибудь мне сорт, я у вас его приобрету и буду у себя выращивать и делиться со своими зрителями, как у меня получается. Смотрите из самых великолепных сортов, выведенных в мой Шанель, например. Великолепный сорт. То он не ампельный? Нет, это не ампельный сорт. Ну, давайте. А как мне нужно его до высадки в грунт, просто вот в этом горшочке? Значит, выбираем очень просто. Если процесс идет выборки, значит, выбираем, чтобы была точка роста первая. Ну, несколько листочков тоже важно. Но самое главное, это разметовая корневая система. Вот такая, как здесь вот в стакане. Не очень длинные корешки, чтобы они не выходили за пределы стакана. А то бывает, корешки прям выходят вот сюда, это негодная клубника. А вот такие именно маленькие, вертикально расположенные стакани. Это самая лучшая клубника. И сейчас, когда я его привезу домой, мне его вот в этом стаканчике держать? Или как мне за ним ухаживать до высадки в грунт? Вследствие того, что вы посадите его приблизительно в течение двух недель, пересаживать в отдельную какую-то емкость, более объемную, не требуется. Просто-напросто вы должны его сейчас держать в прохладном месте. Если у вас есть балкон, то на балконе. Нет, я живу в загородном доме, я живу на участке. Если, опять же, я отвечаю, если кто-то живет, ну такой, или в советском государственной квартире, то на балконе. Если балкона нет, бывает и такое. Да, да, конечно. То кладем его в холодильник при температуре плюс 3, плюс 5 градусов, там где вот температура именно такая. Можно хранить в погребе, у кого-то есть. А если вы живете в частном доме, то можно его хранить в неотапливом помещении. Не обращаю внимания, что за пределами этого домика, например, там минус 10 градусов. Или в теплицу можно поставить? В теплице нежелательно. По одной простой причине, что в теплице слишком большой перепад температур. Будьте осторожны, товарищи садоводы. В теплице днем может насветить солнце и будет температура плюс 40 даже градусов. А к вечеру она резко упадет. И для саженца это не очень хорошо. То есть он будет страдать от резкого перепада температуры. Потому что вещества, которые находятся в лесовой части, при резком похолодании обязаны отойти в корневую часть. Они не успеют отойти, поэтому может быть подмерзание. А скажите, если я была в Владимирской области, когда мне было в грунт высаживать? В середине апреля? Это без разницы, какая область. Вы смотрите только по состоянию почвенного состояния. Если грязь сошла у вас на грядках, то есть можно спокойно ходить или копать, в это время уже можно высаживать только из холодного помещения, как я говорил. Например, из холодильника или из холодного помещения в холодную землю. Не важно какая это область. Важно, что именно соблюсти вот такое... Но заморозки ему не страшны, если возвратные будут? Если после посадки будут какие-то заморозки, например, минус 2, это совершенно не страшно. Если, например, минус 10, на всякий случай можно сверху положить укрывной материал белого цвета. И не заботиться вообще, какой будет мороз. Любой мороз он спокойно перенесет, посажен и сажен. Ну, то есть я правильно понимаю, что если я его сейчас, вот этот кустик, куплю, то в этом году мне нужно будет у него обрывать все цветоносы. До 10 усов я могу собрать и отсадить, чтобы на следующий год у меня их было больше. Правильно? Совершенно правильно. Ага. Ну, все, давайте. Тогда я его и возьму. И, наверное, еще какой-то вот ампельный сорт, который я буду разводить у себя в плетне. Хорошо. Спасибо вам большое за такое интервью. Я уверена, что это будет полезно всем моим зрителям. Спасибо огромное. Ну, какое я вам интервью откопала, согласитесь, это же очень интересный человек. И мы с вами получили массу интересной и полезной информации. Я еще договорилась, с нему отдельно выйдет отдельным выпуском рассказ о том, можно ли или нельзя выращивать вместе различные сорта клубники. Консультация профессионала тоже выйдет скоро на моем канале. Так что, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить этот выпуск, и поставьте колокольчик уведомлений. А я продолжаю наше путешествие по выставке. Ну вот, мои дорогие, я вернулась к питомнику Гортензии РФ, который я вам показывала тут вначале, проходя мимо, и познакомилась с Андреем. И Антоном Панином. И Антоном Панином. И сейчас они нам расскажут все про Гортензии. Какие Гортензии у вас представлены и где находится ваш питомник? Мы находимся в Московской области, город Павловский посад. Вот, это у нас получается на востоке. Ну, восток дело тонкое, поэтому условия у нас такие же капризные, как и везде. Что касается самих Гортензий, сейчас Гортензия это очень все-таки популярное растение. Я хотел бы немножко познакомить, показать новинки, которые появились сейчас в этом году. Да, это очень интересно. Да, сейчас очень модное растение, конечно, это межвидовые гибриды Гортензии. То есть, вот, можно на фотографии показать. Многие гоняются сейчас вот сбежавшая невеста Белоснежка. Да, я как раз мечтаю вот такой. Это вывел японский селекционер Юшио Саказаки, японец, который занимался айпельными питуньями. И в 18-м году он за нее получил золотую медаль и статус растения года. Именно в Челси Великобритании. Вот Болеро, та же сбежавшая невеста, только она бывает в розовом-голубом цвете, это вывели, по сути, студенты из Франции. Это французские селекционеры, вот. Ну, это целая группа студентов, по сути, которая получила вот такой замечательный, интересный новинку. А они у вас есть в наличии? Да, у нас есть в наличии вот это, к примеру, Френч Болеро. Поставляются они всегда вот в таких оригинальных контейнерах. Вот, к примеру, Болеро в таком розовом горшочке. Сбежавшая невеста, она в оригинальном зеленом контейнере, уже тоже идет с паспортом. Это непосредственно уже от производителя. Вот этот можно брать. Извините, я походу хочу спросить, а вот Френч Болеро, она розовая или, вы говорите, голубая? Либо голубая. А она уже сама по себе такая или ее надо чем-то там поливать, закислять, чтобы она этот цвет сохраняла? Ну, смотрите, как бы изначально в том году, я-то думал, что голубая и розовая Болеро, это разные оттенки, разные сорта. Непосредственно сами немцы говорят, ну, те, которые поставляют на материал. Но в итоге я докопался немножко до истины, и оказывается, все-таки это от кислотности почвы она окрашивается. Как и маркетинговый ход со стороны гортензии вечного лета, в котором продают Болеро и Пинк. То есть от кислотности почвы она может поменять силу. Но белая она не может стать от кислотности? Нет. Белая гортензия, если обычная Набель, конечно, нет. Если вы купили вот такую обычную Набель белую, она как была белая, так она белая станет. Нет, я имею в виду, вот это вот Френч Болеро не станет цветом, как белая невеста? Нет, 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 она не может стать белой. То есть она либо розовый цвет, либо голубой цвет у нее. Белый у нее цвет не присутствует. Кстати, вот сбежавшая невеста, у нее особенность в том, что у нее цветок кипельно-белого цвета, с такой юбкой, очень интересный. То есть у нее юбочка такая, здесь вот не видно, конечно, здесь вот как бы, ну, лепестки не так вот прям явно видно. А вообще у нее каждый лепесток как кружево такое очень красивое. И то же самое у сбежавшей невесты. И размер цветка доходит вот таких невероятных, огромных размеров, даже до 6, даже до 8 сантиметров в диаметре. Огромные цветы. Но так ее выращивать лучше в кашпо ее? Выращивать, конечно, обязательно в кашпо. На зиму убирать лучше в холодное хранение, то есть в подвал когреб, если есть возможность сохранить. Либо второй вариант, ну, про Болеро не могу сказать, но про сбежавшую невесту есть опыт людей и в Челябинске, и в Пермском крае, и, ну, по сути, в северных регионах даже России. Люди ее выращивают, укрывают как розу в открытом грунте. И это реально есть такие опыты. То есть можно в Ютубе посмотреть, много кто снимает, показывает. Сколько она у вас стоит? Стоит, значит, вот сбежавшая невеста, контейнеры есть С2 литра, стоит она 3,5 литра. Трехлитровый контейнер оригинальный, 3,5 даже литра, правильно сказать, она стоит 4,5 литра. И бывают еще контейнеры 6 литров, огромные, они стоят 7,5 литра. Но это самое большое. Бывало сбежавшая невеста, когда мы продавали по 2,5 тысячи. Но это уже не оригинальные горшки. Ну, их сейчас уже нет. А что значит оригинальные горшки? Это они к вам приходят? Оригинальный контейнер, да, чтобы показать. Это контейнер, который непосредственно делает производитель. То есть вот питомник, допустим, French Bolero, да, то есть можем зайти, посмотреть. Есть официальный даже сайт, именно который сделан для Bolero. Hydrangea, вот он, French Bolero.com. То же самое у сбежавшей невесты. Это у вас оттуда приходят черенки или как, корни, да? Нет, это же полноценное растение, закрыто корневую степень. То есть вы их оттуда как бы привозите, а здесь доращиваете? Мы здесь уже продаем именно оригинальный материал. А если мы не продали, то мы, конечно, доращиваем, пересаживаем уже более крупные контейнеры. А сами вы их не черенкуете? Ну, так как мы все-таки работаем непосредственно с людьми, которые ими занимаются, все-таки это имеется патентные права у каждого сорта, и размножения не запрещены. Но люди в любом случае размножают для себя, но так, по сути, это все патентное образование идет. То есть каждую сорту она официально зарегистрирована, у нее есть определенные права. Как, к примеру, вот у сорта там Самарской Лидии. Сейчас вот новый сорт, допустим, вот покажу гортензии, вывела Татьяна Васильевна Смирнова, называется Краса Лескова. То есть это первая гортензия, которая была получена и выведена русским селекционером, директором питомника Лескова Татьяна Васильевна Смирновой. И вот давайте здесь покажу я вам, как интересно у нее меняется цвет. То есть она очень интересно окрашивается. Она окрашивается сначала как ванилла фрайс, с белого на нежно-розовый, потом переходит в желтый такой оранжевый оттенок, и каким-то даже лососевым цветом, аккордом, и переходит в ярко-красный цвет. Но самая интересная изюминка, что все гортензии метельчатые окрашиваются снизу кверху, к макушке, а она окрашивается сверху к низу, и снизу кверху образуется такой интересный обруч, кольцо. Такого плана гортензии даже и не было. То есть здесь скрещены порядка нескольких сортов. Сорта, конечно же, здесь секречные. Это первая русская гортензия. Как, к примеру, гортензия, очень удивительная, многие ее тоже искали, называется «Жемчужный фестиваль», а это «Перледный фестиваль». Кстати, названа эта гортензия была именно Татьяна Васильевна Смирнова, директором питомника, и была представлена на международной выставке «Цветы», которая проходила, я точно не помню, по-моему, в 18-м году. То есть параллельно тогда была презентация сорта гортензии «Самарская лидия» в Самаре. Дозвали ее в честь графини Жемчуговой, Жемчуговой-Шереметьевой. То есть именно в честь нее была названа, в память ее, как бы, вот эта гортензия была и названа, и предложена Татьяне Васильевне, дать вот такое интересное название. Жан Рено согласился, француз. А Татьяна Васильевна... Это директор питомника Ужелесского, да, ее огромный питомник. Она занимается селекцией, в том числе, вывела первую гортензию в России. Кстати, вот здесь вот давайте еще покажем. Сейчас это людям очень интересно. Это селекционер Петер Ван Лювин вывел сейчас гортензии под названием «Серия Пандора». Раньше было всего лишь три сорта. Сейчас, в 22-м году, Петер Ван Лювин представляет 9 сортов. Пандора, Панзола, Паненко, Панфлора, Пантеон, Пандалус, Панорама, Панателла и Пандрия. Каждой гортензии приходят полтора литром в оригинальном их горшке фирменном возрастом 3 года. Они уже как нужно обрезаны, слабые ветки убраны. В этом году будут потрясающе мощные растения. Чем они интересны? Петер Ван Лювин, немец, селекционер, он отобрал из всех гортензий, чтобы они все были разные. То есть, каждая гортензия не похожа друг на друга. Она имеет свои определенные свойства. И самое главное, что они невысокие, компактные. То есть, высотой в районе метра. То есть, и окрашивается, к примеру, вот этот сорт, к примеру, возьмем Пандора, да, она окрашивается вот такой ярко-красный оттенок. То есть, она сейчас вот такая зеленовато-белая, а потом будет красная. А потом уже окрашивается, да, ярко-красная. Или вот, к примеру, есть сорт Панателла, да, то есть он, у нас вот этот сорт, тоже окрашивается в красный цвет. Но есть сорта, которые, допустим, вот поненку, вот я подниму, видите, здесь нету окраски, то есть, видите, цветка нету, значит, она остается в том цвете, какая есть. То есть, вот именно здесь... А они сколько у вас стоят? Вот такой вот контейнер оригинальный стоит 2 500, это возраст 3 года саженец, контейнер 1,5 литра. И вы с ДЭКом можете по всей России, да, вызывать, если у вас заказы? Да, с ДЭКом по всей России, да, и также страны СНГ, то есть, Иргызстан, Узбекистан, Казахстан... На сайте питомникгортензий.рф можно это все заказать, да? Да, тире, только здесь не поставили, гортензия.рф. Ага, питомникгортензия.рф. Вот так выглядит сайт этой компании, дорогие мои друзья. А вот я тут нашла. Питомник, тире. И давайте, наверное, людям тоже покажем, потому что очень интересная гортензия, 2, я бы хотел показать. Это же, конечно, гортензия Skyfall Freyne. Это потрясающий сорт, который в 2018 году получил серебряную медаль на выставке в Лонтариум в Голландии, в Нидерландах. А в 2019 году получил золотую медаль у нас на выставке в Москве, на выставке «Цветы в Прокусе». Необычный цветок, необычное цветение. Посмотрите, каждая соцветия напоминает по свойству цветок гиацинта. То есть, вот такие вот огромные крупные цветы, пропеллерообразные. Очень интересный сорт, это самая интересная новинка на рынке сейчас. То есть, это как и самарская лидия, это очень интересный эксклюзив. Вывел голландец селекционер Гуиду Рубейт. И она меняет, получается, откраску. То есть, она сначала такой цвет лайма, потом он такой, немножко в кремовом оттенке белая. И потом начинает лепестки окрашиваться уже красный цвет, но только края лепестков. Это метенчатая гортензия. Это метенчатая гортензия с огромными соцветиями, да. И очень интересный сорт, который за сезон может окраситься и получить 9 оттенков. Это гортензия пастель грин. Вывел ее селекционер Жан Рено, француз. Кто вывел? Ванилу Фрайс, Фрайс и Мелеба, то есть, самарская лидия, жемчужный фестиваль. Это все вывел непосредственно Жан Рено. Это замечательный сорт, который он изначально хотел назвать ее капризная. Потому что она как капризная кокетка, меняет свою окраску. Но капризная он не стал называть, потому что иначе он погубил бы просто сорт продажи. И поэтому решили ее назвать пастель грин триколор. То есть, триколор, который изменяет цвет. Вот, как бы, сортов гортензии, конечно, очень много. Много интересных новинок. Это инфиниция, геркулес, мохито, граффити. И каждый год гортензии появляются все больше и больше. И хочется показать интересные новинки также гортензии. То есть, помимо того, что это и литл пресс, и страва бриблоссом популярная. Полистар, кстати, самой низкой гортензии в мире, высотой 40-50 сантиметров. Можно даже в горшке выращивать в контейнере. Зацветает в конце мая, начало и дюня. И самый ранний сорт по цветению. Очень интересный. А это какой вид гортензии? Это метельчатая. Метельчатая тоже. А вот здесь вот как будто смотрится, как какая-то древовидная. Да, я поэтому и спросила. Это гортензия метельчатая, да. Потому что смотрится, как древовидная. А вот здесь вот, посмотрите. Гортензия литл фрейс, литл фреска. Почему именно фрейс первое название? Потому что, когда он назвал фрейс ее, Жан Рено завозмущался за название фрейс. Потому что этот сорт был... Все названия ванилу фрейс, там санды фрейс. Это его название во Франции. А в Европе очень строго. У них патентные права. И поэтому он дал потом название все-таки фрейска. Ага. Ну, многие будут спрашивать. Литл фрейс, литл фрейска. И они думают, что это разные сорта. Все-таки это один сорт. Очень интересно. С такими сортами уникальными вы нас познакомили. Да, и давайте, наверное, еще хочу познакомить с интересными сортами. Некоторые сорта сейчас уже проданы. Но я хочу показать все-таки мою любимую гортензию древовидную. Это серия гортензий Белла Рогатца. То есть называется Белла Рогатца группа гортензий. Высота ее всего лишь 75 сантиметров. Это самая яркая гортензия в мире из древовидных. Уникальная по всем своим свойствам. Зимостойкость третья зона. По яркости она превосходит все самые современные сорта. Есть из этой же серии гортензия. Называется Бланчетта или Метта. То есть Бланчетта вот такая белая. То есть, представляете, вот эта малышка высотой 50 сантиметров. И больше не растет. Всего лишь 50 сантиметров. Как она была. Это как раз для компактных садов и участков. Вот как у меня, например. Очень даже удобно. Очень удобно. Гортензия цвета на Белль. Гигантские цветы. В диаметре до 40 сантиметров. Это тоже древовидные, да? Тоже древовидные, да. Пыльно-розового цвета. А древовидные у нас, соответственно, без проблем зимы. Да, зимостойкость у них очень высокая. То есть, может достигать до 40 градусов вплоть. Но вот они пишут, и американцы, как правило. Это американский сорт. Кстати, вывел его американский селекционер Тим Бут. Вот, метр минус 30. Видите, зимостойкость написано. Но зимостойкость у них намного выше. Все-таки это третья зона. А пишут, почему-то они минус 30. Стронг Аннабель. Всеми любимый наш Аннабель. Но не разваливается. И имеет огромное соцветие до 40 сантиметров. Представляете? Полтора метра высота она. Полтора метра высота она. Вот эти два сорта посадили вместе. У них соцветие с баскетбольной мячи. В пыльно-розовом цвете и в белом цвете. И как будет красиво. А вниз посадили уже малышки. Тоже бланчеты и маувид. Это прямо вы нам прекрасную идею еще и по дизайну. А вот такие горшки у вас сколько стоят? Такой контейнер, это оригинальный контейнер. Давайте я даже достану. То есть, стоит такой 4,5 тысячи. Это контейнер C5-C3 литра. Вот они у нас продаются. Мощное растение возрастом 3 года. То есть, можно посмотреть, как активно уже развивается корневая система. Даже вот корни уже повылазили. И вот такой-то оригинальный контейнер. Тем временем выставка начала закрываться. Пока мы тут вам рассказываем. Но в любом случае, спасибо большое, что мы с вами успели. Пинка на Бель-2 забыл показать. Многие спрашивают. Его очень много людей спрашивают. Это настоящая Пинка на Бель-2. Но никогда не пишут, что здесь 2. Потому что многие задают вопросы. Она всегда, аббревиатура идет вот здесь. Вот видите? Вот такие вот интересные цифры. Вот здесь цифра 2. То есть, вот так вот они делают пометку. Это тоже древовидная. Это древовидная. Первая розовая гортензия, которую люди ждали 10 лет, чтобы добились нового совершенства у Сург, который не разваливался, имел бы такие ярко-розовые цвета. Полтора метра высотой не разваливаются прочные ветки. Ни от какого ветра никогда не заваливаются вообще. То есть, это один из лучших сортов. Все это можно не только у нас в питомнике купить, но и в нашем магазине по адресу 1-й Останкинской, 55, торговый центр РМ. Это ВДНХ, прямо рядом с метро. От метро ВДНХ буквально там 2-3 минуты пешочком пройтись. Вот, дорогие зрители, можете на паузу в этом месте поставить видео, переписать себе контакты. И мне кажется, что это потрясающая экскурсия в мир гортензии, которую мы с вами имели возможность получить на этой выставке. Небольшую часть успели рассказать. Да, небольшую часть успели, все тут закрывается, но мы с вами все успели, потому что мы молодцы. Да, вот, смотрите, питомник гортензии РФ, и вот как все это выглядит. Это уникально. В общем, пусть у каждого из нас будет как можно больше красивых гортензий. Спасибо вам огромное за этот рассказ. Спасибо. Мы будем рады продолжить знакомство с вами и вашим питомником. Рада будем видеться. У меня попался павильон, называется пионы. И здесь пионы каких-то невероятных сортов. Пионы мне тоже сажать некуда. А вот еще какое интересное растение, называется компасная трава. Я, кстати, о ней тоже давно подумываю. Вот она тут растет. Помпанела? Да. Берем? Нет. Я вот смотрите, я стараюсь сидеть. А вот смотрите, какие-то луковицы с каких-то гигантских... Я даже не знаю, что это такое, какими-то пирамидами лилии. Это невероятное. Вот смотрите, несколько сортов просы, как я понимаю, переплетены вместе. Новинка вода, гортензия вьющаяся. Пионы какие-то очень необычные. Ну, знаете, что мне вот весь этот стенд напоминает у Ларисы Зарубиной, нет, или у кого-то, недавно вышло видео, типа, как нас обманывать. И вот там были представлены все вот такие вот растения. Мне кажется, что такого ничего быть не может. Не знаю, мне кажется, что это какой-то вообще бред. В общем, я не буду даже разговаривать про это, потому что в природе, мне кажется, не бывает таких экземпляров. Пойдем-ка мы дальше, искать что-то более применимое к жизни. Вот здесь тоже питомник. Это, я так понимаю, второй стенд того же санкционера, у которого мы только что были. Потому что у него еще сын, и они с сыном на разных стендах стоят. Это вот его сын. Кофе не понравилось? Дальше что у нас? Прекрасный сад, плодопитомник. Чижок. Есть разные розы. Здесь очень большой выбор растений. Двух семеной. Ну что, идем дальше. Ну, мне кажется, уже даже после общения с селекционером клубники, с которым мы сейчас с вами пообщались, уже это было находкой, и ради этого стоило приехать. Вот тут такие же гигантские луповицы. Да ну, как-то мне кажется, что это как-то подозрительное. Может быть, это не правильное, но как-то мне все это странно. Знаете, луповицы только в уходе, да? Да, да, да. Или много тут локса. Локсы. Терябчики. Не знаю, почему-то у меня какое-то предубеждение. Но это мое личное, я никому ничего не навязываю. Тут вот розы. Роз у меня уже так много, что тоже я держу себя в руках. Ага, вот роза из Сергиевых посадок, кстати. Это прямо рядом со мной. Вот, смотрите, мои дорогие, я еще познакомилась с Вячеславом, который представляет компанию «Ионидные субстраты Сион». Я думаю, что многие из вас видели их в своих садовых магазинах. Я, во всяком случае, встречала у нас. Но, как обычно, в наших садовых магазинах такой большой выбор, что глаза разбегаются и особых инструкций нету, и что брать не всегда понятно, согласитесь. Поэтому я попросила Вячеслава, а он мило согласился просветить нас в этом плане. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее про ваши субстраты, чем они примечательны и хороши для наших растений. «Ионидные субстраты. Они используются как замена минеральным давлением. Не содержат нитратов, что самое главное вредное для растений». Вот скажите нам, пожалуйста, что такое нитраты? Вот некоторые говорят, например, азоты переборщил, считаю, что нитратов переложил. А в ограниченном количестве азот полезен. Нитраты – это вещества? Ну, не совсем, конечно. Просветите нас, простых садоводов. Есть много разных минеральных растений, где содержатся непосредственно нитраты. Нитраты – это вредоносные вещества, которые вредят организму не растению самому, а организму человеческому. В растении, если вы его пересыпите, то самому растению вы можете просто сжечь корень, испортить его. Для самого растения не будет никаких отрицательных каких-то компонентов. Для человека же это вредоносно является как яблой. Ионитные субстраты, они используются как замены, я просто повторюсь, минеральному удобрению. Мы заменяем полностью химическое удобрение. При использовании в повседневной жизни одной столовой ложки данного субстрата хватает на 3 года растения домашнего. Если вы используете овощные культуры, которые выращиваются раз в год годовалые, то одной из столовой ложки хватает на выращивание полного сезона помидоров, одной чайной ложки на огурцы и на старте. Одной из столовой ложки помидора – это под корень подателем? Видно под корень, да. Вы при пересадке, когда начинаете пересаживать открытый грудь, выхлопываете лунку, добавляете одну ложку ионидного субстрата, перемешиваете с землей, сажаете растение и поливаете его водой. Больше вы забываете о всех удобрениях. А что значит вообще ионидный субстрат? Ну, это из чего он сделан? Причем тут вообще ион, и вообще я не совсем понимаю. Если из химии, что такое ионид? Ионид – это твердое вещество, которое может взаимообмениваться ионами. Ионы из химии, как мы с вами называем, есть положительно заряженные и отрицательно заряженные. Как мы с вами, растение точно так же общается с землей. Растение бросит, допустим, определенное количество азота, присылает сигнал на вещество, допустим, с азотсодержащим, который находится в нашем составе, и получает соответствующий ему отрицательный ион на себя. Забирает нужное количество азота. То же самое происходит с фосфором, калием и остальными питательными элементами. Основная часть, содержащаяся в ционе, на чем содержится, в принципе, полностью все минеральное удобрение, это циолит. 98% частоты циолита мы сбываем в Уральских горах. На его кристаллическую решетку мы сажаем минеральное удобрение. Не минеральное удобрение, а азот фосфор-калий. И у вас различные формулы для различных групп растений, да? Абсолютно, да. И сколько, например, стоимость вот такой банки, например, для хвойных растений? Насколько я понимаю, под хвойные растения там, наверное, не столовая ложка, а чуть побольше, ну, они же больше, чем томаты, да? Вот, ну, сколько, например, стоит такая банка? Одна баночка, на текущий момент здесь мы продаем по 600 рублей. В магазинах обиходных, которые вы используете, это Leura Merlin, либо Oshan, баночка будет стоить около 900 рублей. А вот, например, вот эти маленькие расспособки, это просто чтобы как-то попробовать, да? Это маленькие саше, когда люди не хотят тратиться на большой объем свои денежные средства, мы предлагаем им маленькие саше, чтобы они попробовали, через две недели люди к нам возвращаются и берут уже большие банки или большие пакеты. А что, уже прямо через две недели они чувствуют разницу? Уже сразу начинает, начинает сразу же действовать. Если испытывать на домашних растениях, то через две недели вы уже поймете разницу по сравнению с химическими удобрениями, в чем плюс наших удобрений, нашего састрата. Ну вот, например, если бы я захотела, для домашних растений у меня есть лимон, дерево лимонное. Вот что вы под него посоветуете? Я бы попробовала. Здесь, наверное, вариант для плодового ягодного растения я бы посоветовал. Либо вам посоветовал, у нас есть классический вариант, это универсальный, использовать его. Ну, давайте я возьму классическое саше. У меня один лимон, и я под него хочу попробовать, расскажу зрителям, как, вернее, вы увидите, как мой лимон на это отреагирует. Он как раз сейчас в цвету набирает плоды, вот мы его этим и удобрим. В лимончик, когда будете добавлять его, делаете прокол карандашом обычным до... Прокол чего? Прокол земли. Ага. До корневой системы. Ага. Засыпаете туда дикую чайную, либо столовую ложку, в зависимости от того, насколько вы хотите подкормить растения. Столовой ложки хватает на 3-5 лет использования. Подкармливаете растения, перемешиваете с землей, при помощи карандаша поливаете водой и ждете резонансатора. А ничего, что это только в одном месте будет в этом горшке? Нет, вы когда делаете прокол, в любом случае, вороночку немножко расширяете. Ага. Когда добавляете туда наш абстрат, вы карандашиком потом его распределите немножко по территории горшка. В любом случае, растение само найдет нужное место, где забрать ему удобрение. Так, скажите, ага, спасибо большое. А где можем заказать, например, в интернете? Зрители могут заказать? Можете заказать на Вайлдбрисе, либо на Озоне. Ага, на Яндекс.Маркете? На Яндекс.Маркете, пока мы не представляем. Ага. То есть на Вайлдбрисе или на Озоне в поиске набираем вот СИОН, правильно я читаю, да, и покупаем это удобрение. Спасибо вам большое, Вячеслав. Я думаю, что всем было полезно и интересно. Да, будем пробовать, да, вот эту интересную новинку мы с вами узнали, очередную, очередная находка на этой выставке. Стенд компании Organics Mix. Ну, я думаю, что про это вам рассказали уже все именно садовые блогеры. Я поэтому не буду тут останавливаться. и все, кто смотрит, да, популярных миллионников садовых блогеров, они сотрудничают, насколько я понимаю, с этой компанией. И вы все в курсе. Поэтому давайте поищем что-нибудь еще интересное. Хотя, в принципе, я уже практически все обошла. И думаю, что пойду-ка я все-таки куплю эту смесь прожовника со смородиной и буду на этом уже заканчивать. Выставка, в принципе, небольшая, но я думаю, что свои находки я совершила, да, и о полезном вам рассказала. Да, хочу купить какой-нибудь черный, посоветуйте мне, пожалуйста. Из ранних. Ну да, из ранних. Командор, без шипа, ранних. Да, вот давайте мне одного командора. Его же можно одного сажать? Он там не должен... Конечно, это же не жирно. Да. А что, что, что нужно? Дальше можно подкнуть, и на палатку не в какой-то. Он передвигает, и передвигает. Если я в частном доме, то я пока его могу где-нибудь на веранде похоронить. Где попросладнее. Ага, на веранде. И вот давайте мне, не знаю, какой лучше, вот вы посоветуете, вот этот гибрид такой или такой? Из гибридов, да? Да, ну, хочу попробовать. Золотистая. Да? Ну, давайте. Вот, и возьму, видите, гибрид, крыжовник смородины. Вот такие малыши. Вот поселились у меня. Так, сколько они стоят? 500 кустик. 500 кустик, вот. Вот, видите, вот так что я приобрела два такие кустика. Я вот здесь решила взять ежевику, которая без шипа, и которую не надо укрывать на зиму, да? Так она остается. Летний сорт. Лох-тей. А, вот, кстати, я лох-тей-то в прошлом году посадила, но она у меня, ну, мне ее прислали из питомника. Она так и не выросла. Может, ей там жарко. Знаете, там питомники, ты знаешь, там где-то под крышей. А потом на улице уже не хочет расти. Понятно. Сколько стоит? И 500. Ну вот, видите, у меня какие саженцы. Так что их, в принципе, везти не тяжело. Так, только мне надо все сейчас будет записать себе, как называется. А то я все забуду. Нет, видите, сервис. Даже написано сейчас все. Ну, вот и закончилось наше с вами посещение. Это и удивительное, и интересное. И мне кажется, для людей очень увлеченных, а я и вы увлечены действительно садоводством, огородничеством, нашими участками, нашими растишками, поэтому поездка эта была полезная, да? Полезная. И вообще, какая информация, которую мы узнали, и про гортензии, какие шикарные, новые, редкие сорта. Хочу сказать вам, что я не сняла, но я приобрела также и две гортензии редких-редких сортов. В ближайших выпусках будем их с вами сажать, когда потеплеет, и я обязательно расскажу, что за сорта я приобрела. Один из них, это практически сбежавшая невеста, но болерон, то есть это в розовом цвете сбежавшая невеста. И еще один сорт, про который мы тоже рассказывали, но это останется таким небольшим секретом между нами, но тоже удивительный, редкий сорт новинка 22 года. А уж про клубнику, сколько мы с вами всего интересного и полезного узнали. Опять же, у меня появились новые сорта, которые мы с вами будем выращивать в этом сезоне. И будем смотреть, как они будут размножаться. Я надеюсь, на следующий год у меня будет целая плантация этих новых удивительных сортов. И благодаря этому выпуску и тому, что мы познакомились с этими питомниками и селекционерами, я надеюсь, что мы сможем с вами выращивать это все вместе. С вами была Таша Муляр. До новых встреч на канале. Прекрасного вам настроения, плодотворного садового сезона. Пусть у нас с вами все растет и радует нас и нашим близким. Пока-пока. До новых встреч на канале. Ура! Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть и другие интересные выпуски на канале. Как я выбирала теплицу и почему именно такую выбрала. Посадка рассады в теплицу. И переделка старых советских стульев своими руками. До новых встреч на канале. Ваш Таш Муляр. Субтитры сделал DimaTorzok